привет друзья подписчики моего канала просто зрители приветствую вас сегодня хочу показать вам и подробно рассказать о том как делается рыболовная снасть хапуга не буду утверждать как тут некоторые делают правильно и неправильно я покажу вам так как делаю я и свои точки зрения она работает как должна работать правильно неправильно я делал не мне судить и так вот назвать ролик я тоже не решусь потому что все делают по-своему и каждый считает что у него самое правильное я вам просто покажу свой вариант этого изготовления попытался максимально и и упростить чтобы можно мог сделать ее каждый у меня есть хапуги которые там делают на пока на санках это можно смотреть предыдущих видео ссылочка вот внизу а это я делаю вот дома на коленке полностью с нуля видео будет довольно таки длинная может быть даже несколько нудновато и но это только потому что я стараюсь постараюсь максимально подробно рассказать вам о всех этапах производства этих опуг нам для этого нам понадобится единственно чем во всем этом как делать вот такие прутки из чего уже видео отснято это будет смонтирует вы все увидите в этом ролике я просто сейчас монтирую вас конца записываю вступление для вас вот уже готовый скелет каркас как хапуги опухла пушки это хапушка делается для моего друга александра уставила канал вы можете посмотреть ссылочка в описании человек живет на севере настоящий рыбак крытиков которые сидят дома на диване и хвыкают а браконьеры не умеете ловить рыбу удочкой умеем и ловить удочкой мы всяко умеем уметь и удочкой и на хапугу и носить на мы это не живем мы не с рыбы поэтому мы не профессионалы мы просто любители но опытом скажем так вот но и приступим к изготовлению начнем его изготавливать вот этих вот открылков самих как они делаются но и так далее единственное о чем я не снял подробно видео это самом вот этой площадке я взял кусок металла толщиной 4 миллиметра размером 8 с половиной на восемь с половиной сантиметров просверлил отверстия видите под скобки вот эти вот скобка диаметром 4 миллиметра отверстие тоже на 4 разметил отступил от края 5 миллиметров отчертил просто но и отцентровал это дело и просверлил отверстие под скобки середине сверлица два отверстия для что до пятерки на которые будут крепится наши открылки так что кому интересно пожалуйста смотрите сейчас будем делать открылки и так понял что найти проволоку на них не так просто у многих и я предлагаю посмотрел у нас на рынке вот такой вариант берут проволоку четверку и выгибают ее вдвое это делается у нас одним окном получается и кольцо на крылке уже не там открыл это сделать это нам понадобится кусок проволоки два метра примерно 30 сантиметров на один на 1 крылок в общей сложности 10 метров нужно одну как на одну попугу и я взял такой сбор для клипа он называет техников для того чтобы кольцо выровнить как создать чтобы не делать обращаться надевайте перчатки и работа грязно надо еще на погрязнее делать берем проволоку какая-то если конец не очень больше сама труба на 40 50 здесь наверно скоро вкусный конец можно железный фронт и если все что у вас нет пока все отказались выравнили концы загибает готова вот такой крышка она должна получиться сделаем еще одна укладываем нажимая ногой это можно руле . разметить но она мне запасом я буду их обрезать и поэтому не не критично концы я буду выравнивать еще хорошо готов вот такие штуки расположились дальше что нужно так что сделал я дальше я взял дождь закрутил пару группов можно просто два группа может такие тонкие ломать это дело туда выравниваем смотрите завели и просто подгибает получилась вот такая штука и на маленькой отгибает подгибает 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 концы к выровняю ты выровняем все подправим вот такого дофона на точек моло . мы подадим чуть-чуть подрать и будет вставляем загибочный станок перевернули перевернули чистая готова ну вот и все осталось маленько подрихтовать вот у меня заготовочки на капуге здесь у меня будет 2 капушки зато всего получится петли на загроме это их подрихтую подрежу подразмер и мы с вами продолжим выправка выправили это было ровненько на выходе у нас так на выходе на должно получиться что-то вроде вот такого сооружения дети намотал просто проволоку алюминиевый 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 режим дворя и будем намокать только про новую миску и боксистику и будем выравнивать вот так и будет стоять комочка по которой будет стежная слежка это все мы продолжим вот таких штатёрах должна получиться ну вот я сделал открылки для хапуги вот они у меня есть меня 8 штук их на на 2 хапушки на такие не получились здесь для простоты да и просто то удобство обмоталка про навалить ее их единственное что значит мой совет когда будете обматывать их ниткой старайтесь чтобы они были две вот эти проволоки в одной плоскости она будет пожестче сейчас я их обрезать в один размер вот под эту метр длиной подрежу и мы продолжим так ну еще знаете что может быть корректом вот эти метки пропитайте бокситной смолой тогда это будет учиться надежно и единое целое это часто сделки попитают обрежу подготовлю и кирки на них я вам покажу а потом пропитая бокситкой когда она высохнет обмотающие это дело изоляции будет это смотрится эстетично у них там есть преимущество перед проволочной открылками они легче по жесткости они очень хорошие жесткие но они легкие это плюс потом еще и дальше когда будем продолжать этому моменту еще обратно вернемся потому что надо будет концы вот здесь вот вероятно подгрузить целое было башками это посмотрим вот друзья я обрезал крылья в одну длину сейчас продолжим теперь надо сделать пружину пружина я говорю про материал чего делать я вот делаю из троса и сделал еще вот такую вот приспособу которая удобна в использовании для изготовления пружин они вот одинаковые и да и проще намного с ней делать я сейчас уже накрутил на них просто покажу для примера как это делается для этого понадобится брусок наверное деревяшка здесь и просторлил отверстие забил кусок трех автоматурки а здесь просверлено отверстие без меня пруток на 7 отверстия просверлено на 8 для того чтобы вот этот пруток свободно в нем ходил но не болтал потому что сенсивно вот он на меня это больше его по недостаточно вот так вот арбалетик получается сделать так рост для удобства вот здесь уже у меня расстояние река до колец пружины 10 сантиметров пруток и вот вот я отрезаю по 60 сантиметров это для удобства чтобы концы были подлиньше и просто удобнее будет его закручивать не спрашивать на липать может кровь заржавеет мало какой-то дрянь и видите и он не ржавеет ужина сделать этого побольше с запасом некоторые не очень красиво получается я делаю можно было всего выбрать хороший выбрала похоже то еще один человек это делает хапушки но он делает пружину во-первых много того что на одинарная у него она взята у него с палатки китайских автомат скрывает и она там плоско такая стальная тактика пружинка идет он навел по кольцу по большому значит и книг 1 прикручивает творки 2 тропы но самое-то главное попушки нет творки никак он делает косынку на нее самое главное чтобы она у вас воде раскрывалась и я попросил его показать кому могут открываться если на течением ее положила при забросе да и просто можно береговой кинули так она вас будет лежачем положении вот так и не показал вот я в первом момент еще вернуть но на пружины надо обратить отдельное внимание это самая главная часть механизма всех опухи не какие-то не как шинки как они крепятся к тому как удобно это не так важно самое главное пружина сам механизм это надо поподробнее снимать не здесь потом не было комиссия того почему у меня она не открывает наши пружины не правят этом похоже что делай правильно пружина у нас проверено ни одним днем любая пополам я любая новые теперь берем наш арбалет пока его себе живот потом смотрите играя штылек который торчит заводим в них рукой прижимаем вот здесь и накручиваем снизу на себя уже раз виток второй третий и четвертый четыре витка будет достаточно ух а с этой стороны делаю то же самое поджали готово вот теперь внимание почему я делал уже вот этот штрих свободу ходил потому что вы сделаете вот у вопроса и снимите оттуда атака на спокойно вытаскивать все уже на готово огня вот вот готовая пружина тахапуги легко и просто не надо искать плоткие пружина в палатах это все очень доступно даже пружина может дать кровати вытащить матраса противогаза или лохоке распустить просто трос и у этой пружины перед той что делает вот товарищ делает ролики нет 11 . вот как крепление здесь их 2 это уже в два раза надежнее и потом еще внимание обратим когда будем собирать она будет вот если на 1 она вот так вот будет обалтаться он очень аккуратно берешь об этого не было видно на карьеру соображает тут видит небо и земля там механизм у него не совсем верно сделано хоть он до и последний механизм не совсем верно сделать потому что потом тебе и позиционируют как у него единственно правильный вариант по пушки его механизмами как делись не согласен потому что можно тоже это пройденный этап можно пробовали на тех больших пружинах сделать от китайца так делать вот этот вариант гораздо лучше и надежнее я это честно докажу довольно собирать по полу и попробуем запустить лежачего положения и вот две полосы шире уже в априори уже будет гораздо жестче цвета или одного такая вот узенькая штука на куда прикручен трупов открылка тут не надо дать денег это понимать это похоже продолжим пружинка готова покажу свои пружинки так ну вот тебя три за полчаса накрутил пружин выберем какие поприличных некоторые не очень красиво получили пригодятся но я по выбираю потому что папушку делаю для друга одно себе одну другу не надо сделать что все было чики-кики чтобы не было стыдно перед друзьями вот видите к этому не как привала брат его все так продолжим смотрите друзья теперь нам нужно сделать четыре вот таких вот гувалочки колечко и два кончика примерно по 5 сантиметров здесь я уже заготовочка тела это делает делайте то же самое на том же самом арбалет я условно такого назвал вставляем сюда делаем один полный оборот и выводим кончик от выпуповка это со второй стороны тоже самое оборот выводим готово теперь откусываем концы составляем примерно 5 сантиметров маленько подправили сейчас я сделаю все и продолжу съемку ну вот я сделал шпильки выглавки на такие вот почему мы делали вот эту вот проволоку в одной плоскости очень удобно сейчас взять вот эту шпильку поставить вот сюда до упора и обмотать тщательно ниткой гапроновой потом пролить башнинкой я пробовал загнуть на коленке вот такой кольцов для нас цель на этот из этой проволоки двигать но у меня не получилось как можно дороже может быть можно было бы что-то подобное должно там дать я крутить но дома не смог и собака получится сделать сразу колечко и какого развернуть то просто замечательно но я не я повторюсь я не сумел у вас лучше обмотали нитками если обмотаю а потом пролил это дело все боксисты можно натянуть термофитовую трубочку и избежать баксинки у меня нету термофита я не побегу будем делать так на коленке подручных материалов вот я обмотал ее поправлю ровненько получилось отличная штука на которой на выходе ну все сейчас это сделала со всеми остальными потом продолжить вот я прикрутил на все открылки петельки наконец на конце открылок будет скрепиться на те которые вставляют вверх будет поджимать его туда это вот сюда вот получается цельная конструкция уже на поджимает она будет на нем все проходить почему делал трогать одной плоскости чтобы пружинка как можно большую площадь занимала на поверхности видите нас прижимает можно обмотать изоленту можно не обмотать она будет все равно дали пролил баксит как это дело она у меня к вечеру высохнет и мы продолжим съемок покрыл бакситкой наши петли на петлях измерить толщину вот этой вот эти ширину она вас 4 миллиметра ширина петли и также надо из вымерить ширину самой петли она у нас 18 18 плюс 4 будет 22 и маленько округляем добавляем чтобы поленького свободных вот делаем 25 миллиметров ширина вот 25 миллиметров у нас будет ширина стабы скобку будем делать в том условии что диаметр отверстия клево на 7 миллиметров скобку будем делать 3 миллиметров и почти в два раза тоненьше это для того чтобы у нас пружина при сгибании был свободный ход у меня иначе она вас не будет работать попружена потом узнавка опруженить не будет если мне не будет внутри свободного хода и некуда вы просто будет сворачиваться нет ни на что делаем скобку никаких хитрости тут особо нету просто берем проволоку четверку жестко загибая отступая ну я пусть на холодильного от не буду даже 3 сантиметра отступая загибаем под углом 90 градусов это дело готова отступая 25 миллиметров вот отступая и загибая вторую школу таких скоб на нужно будет или 4 8 штук на этих скоб на эти скобку будет держаться скрылки надо брать пожестче бакика высохла петельки присохли рутки обмотал изолентой получилось надо из них собрать и редко пушки что нам это понадобится берем железя по вот это вот берем вот эту железячку собирая вставляя хапуту пружина должна пружина должна стоять сверху чтобы отжимать так вот эти усики нет они будут вот туда а пружина вот так вот стоит сверху видите вот она будет давить вставляем скобу сначала в одну вставляем у нее порток и вторую скобу проворачивать это все дело сюда и где-то получилось уже да и важно туда на плоткость на плоткость плотко то делаем дальше значит очень просто вставляем вот это сюда вот есть не вставляем до конца прижимаем эту площадку как можно плотнее прижимаем можно плотнее основанию пружина и ударов молотка вот что у нас получилось теперь вот эти вот усики маленько надо развести в сторону вот видите я ходил в сторону получилось очень жесткая штука пружина какая-то может быть одинарная пружина палатки чтоб разложить такую конструкцию . переворачиваем берем следующий пруток следующую пружину и делаем все то же самое усики пружина наверх вставляем скобку готовы видите а и а и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я сниму и вернусь ну вот друзья вот такой каркас для хлопушки у меня получился без проблем открывается куба уже достаточно другие в данном случае сейчас вам пруток видите он амортизирует он играет и про пружины тоже уже надо и но и круток отыгрывает получается все сильном механизме такая большая мощная пружина ничего там туда-сюда вот не болтается не хряпает кройка при любом расквале так мы все на этом и заканчиваю это видео завтра будет продолжение о том как натягивать коршунки ну а пока всем пока кому понравится отступать вверху не пропустить продолжение у Продолжение следует...